В эфире АСТВ, программа «Итоги дня» в студии Марина Беклемишева. Здравствуйте! Грузовик с химикатами перевернулся на берегу Байкала в районе поселка Култук. На 93-м километре трассы Байкал произошла авария, в результате которой грузовой автомобиль буквально завалился на левый бок. Пострадавшего водителя доставили в больницу, сейчас его состояние удовлетворительное. Место ДТП оцепили сотрудники ГИБДД. Движение автомобилей перекрыли в обе стороны. Чтобы обследовать цистерну, на место прибыли сотрудники МЧС в спецкостюмах. Повреждений не обнаружили, но из горловины цистерны все-таки вытекло небольшое количество неустановленного вещества. В два часа дня при помощи тяжелой инженерной техники грузовой автомобиль был поставлен на колеса, а также эвакуирован в безопасное место для дальнейшего обследования. Угрозы для населения нет. В данный момент движение по трассе восстановлено в обе стороны. Новых случаев коронавируса в Иркутской области за последние сутки нет. Общее число заболевших 75. Трое человек скончались, 13 выздоровели, 59 сейчас получают необходимое лечение. Причем 9 пациентов – это люди, находившиеся в обсерваторах. Во время изоляции у них появились симптомы COVID-19. А вот число новых случаев коронавируса в России выросло. За прошедшие сутки зарегистрировали 5 642 заболевших. Всего в стране диагноз COVID-19 официально подтвержден у 52 763 человек. 456 пациентов умерли. Выздоровели 3873 человека. Не сидят дома. Индекс самоизоляции в Иркутске снова достиг рекордно низкой отметки – 1,9 балла. Оживленные улицы в Ангарске – там 2,4, в Братске – по-прежнему 2,2 балла. А в Ланудее индекс самоизоляции чуть выше – 2,6. Спад индекса Яндекс.Карта фиксирует уже вторую неделю. Самые высокие значения по-прежнему в европейской части страны. Тотальная дезинфекция. Подъезды в жилых домах областного центра обрабатывают от коронавируса. Обычно начинают в 7 утра, закончить стараются не позже 11. Сотрудники подрядной организации в защитных масках и перчатках опрыскивают и протирают все поверхности, которых может коснуться житель. Перила, дверные ручки, почтовые ящики и подоконники. На стенде рядом с информацией о профилактике ведут график уборки. К таким мерам жильцы в большинстве своем относятся одобрительно. Это хлорное соединение, которое принято в домашнем хозяйстве. В обиходе, думаю, у каждой семьи этот препарат есть. Жители спокойно? Жители к этому относятся спокойно и с уверенностью, что нас не бросит наша управляющая компания. Проверить качество сухих пайков для детей. Такое распоряжение главам муниципалитетов на оперативном штабе сегодня дал глава региона Игорь Кобзев. Он отметил, что жалобы от родителей и школьников поступают ему лично. Люди говорят, что продуктовые наборы очень схудные. Попадаются консервы, которые изготовлены несколько лет назад. Есть жалобы и на качество упаковки. Многие родители уже мне пишут, мне пишут. Глядя на такое, справедливо задаются вопросом. Кто-нибудь, может быть, руки в скобочках написали, в кавычках, нагрел на детских обедах. Я не буду сейчас огульного. Я даю вам два дня, чтобы вы полностью мне разобрались с этим вопросом. Если факты эти будут, привлечь к самой строгой ответственности. Помогать школьникам в обучении на дому вызвались студенты и молодые преподаватели. Пока посещать учебные заведения нельзя, и у детей нет возможности вживую общаться со сверстниками и учителями. Интернет позволяет разобраться в сложных и порой непонятных темах. Как это работает, узнала Мадина Халикова. Вместе легче. Под таким лозунгом волонтеры, студенты и молодые преподаватели вызвались помогать школьникам с дистанционным обучением. Получить знания онлайн не всегда легко. Иногда предметы требуют детального разбора. И тут в процесс включаются старшие товарищи. Каждый ребенок, он по-своему объясняет вопросы. Это, наверное, самое интересное. Как они преподносят эти вопросы. Я помогла уже двоим. Сегодня вот буквально объясняла ребенку материал. Мы с ним очень так хорошо пообщались. Очень даже приятно попробовать себя в роли преподавателя. В сообществе «Вместе легче во Вконтакте» уже 48 волонтеров-преподавателей помогают школьникам по программе с 5 по 8 класс. Дети в соцсети задают вопросы по предметам, в которых не могут разобраться. Будь то математика, а с ней чаще всего трудности. Или русский язык, информатика, физика и так далее. Также обращаются за консультацией и родители. Ведь из-за занятости не всегда хватает время погрузиться в материал. Я в основном консультирую по вопросам математики и геометрии, так как это является моей действительной специализацией. Я учусь на педагога математики и дополнительного образования. И подумала, что это будет неплохой опыт в моей педагогической деятельности. Так скажем, первая практика. И я очень люблю детей. Мне интересно и комфортно очень с ними общаться. Организовали и воплотили онлайн-проект в жизнь педагоги Иркутского городского школьного парламента вместе со студенческим координационным советом Иркутской области. Когда мы задумывали данную акцию, мы провели небольшой опрос и поняли, что это нужно. А когда уже сейчас работаем, мы понимаем, что ежедневно к нам приходит около 50 вопросов, которые мы распределяем по нашим педагогам, психологам, потому что много родителей пишут. И мы их соединяем с психологами. Ну и, конечно, от наших учеников. Потому что они хотят общения, им не хватает общения. И сегодня мы это сделали. Кроме учеников в пятых-восьмых классах, на площадке «Вместе легче» проводятся еженедельные онлайн-лекции как для младших, так и для старших классов. Все расписания занятий можно найти в группе сообщества. Мадина Халикова, Александр Волков. А вы оставайтесь дома и смотрите АЭС-ТВ. 4 тысячи многоразовых двухслойных масок подарило волонтерам при Ангаре вьетнамское общество в Иркутске. Средства индивидуальной защиты шили на вьетнамской фабрике в Рязани. Эти маски раздадут добровольцам, которые каждый день помогают пожилым и маломобильным людям, находящимся на самоизоляции. Приносят им продукты и медикаменты. Председатель ассоциации «Вьетнамское землячество» лично передал коробки с масками иркутским волонтерам всероссийской акции «Мы вместе». Перед использованием сначала стирать в теплой воде 60 градусов с мыном, а потом проглотить утюгом. Я думаю, что вы будете довольны. Потому что хорошее качество. Очень важную роль играют волонтеры. Они сегодня, как и врачи на передовой, они работают с пожилым населением, они доставляют продукты, доставляют медикаменты, ежедневно, конечно же, подвергают себе опасности. И та помощь, которую сегодня оказала вьетнамское землячество в городе Иркутске, она очень полезная, она просто-напросто неоценима для всех волонтеров. Добровольцы, в свою очередь, не отпустили гостей без подарков. В честь Светлой Седмицы они преподнесли вьетнамцам пасхальные куличи. Сегодня в акции «Мы вместе» в Иркутской области работают более 2000 волонтеров. Чтобы стать одним из них, нужно зарегистрироваться на сайте мывместе2020.рф. А чтобы оставить заявку на оказание помощи, пожилые и маломобильные люди могут обратиться на горячую линию по номеру в Иркутске 39-99-99. Внимание, клещ! В случае укуса клеща необходимо срочно обратиться в Центр диагностики и профилактики клещевых инфекций на Карла Маркса-3. Для исследования клеща или крови с целью проведения своевременной профилактики заболеваний, передающихся при укусе. Телефон в Иркутске 333-445. Телефон горячей линии 8 800 500 ровно 75 59. Внимание! Поиски японских запчастей отменяются. Теперь все в одном месте. В новом магазине «Моторов». Отличное качество, низкая цена, гарантия. Оперативная доставка в регионы. «Моторов». Иркутск. Улица Барикад, 33-21. Телефон 500 960. «Пиццаход». Доставка вкуснейшей пиццы. Комбо-наборы. Ежедневные выгодные акции. Звони 62-41-41. Врачи Иркутской области, несмотря на пандемию коронавируса, продолжают работать и с другими приоритетными пациентами. Например, это касается тех, кто ждет трансплантации органов. Для большинства таких пациентов операция – последний шанс на жизнь. 60-летний пациент просит не показывать его лицо. В конце февраля ему пересадили печень. Операция была единственным вариантом для спасения жизни. Все это и подтвердилось. По итогам пересадки показалось, что там уже рак в последней степени. Поэтому это было спасением. Другого выхода не было. Трансплантацию печени в Иркутской области стали проводить с конца 2018 года. Уже выполнили более 20 операций. И даже сейчас в условиях режима самоизоляции пациенты с такими показаниями в приоритете. За хирургическим столом Александр Новожилов. Он объясняет, что первым этапом пациента удалили злокачественную опухоль почки. На фоне цирроза печени ее пересадка была жизненно необходима. Достаточно быстрая реабилитация происходит. И пациенты, которые получают новую печень, они преображаются. То есть у них на фоне длительной болезни очень серьезно человек меняется. Он приспосабливается к этой болезни. И достаточно серьезные выраженные изменения и в головном мозге, и в умственной деятельности. И так далее. И проходит несколько недель после пересадки печени, и пациент совершенно другим становится. И это на самом деле очень впечатляет и очень мотивирует команду, которая этим занимается. И это здорово. Кроме печени в Иркутской области проводят пересадку почек уже более 15 лет. Многолетний опыт, говорят медики, хорошая база, чтобы развивать другие направления в сфере трансплантологии. Теперь главная цель на сердце. Яна Романова, Александр Волков. А вы оставайтесь дома и смотрите АйС-ТВ. Семь пожаров обнаружили, шесть ликвидировали. Это статистика возгораний по лесному фонду за прошедшие сутки в Иркутской области. Горела в Братском и Зиминском районах, Боханском, Нукутском и Тайшетском муниципальных образованиях. Задействовали 20 единиц техники. Именно таким количеством машин совсем недавно пополнился региональный парк автомобилей для тушения лесных пожаров. Какая техника пришла на помощь, знает Виктория Малая. Бульдозер Б-11 Челябинского завода. Эта техника, которую доставили на пожарно-химическую станцию в Иркутске, уже показала себя в деле. Ее задействовали в тушении первого в регионе лесного пожара. Он случился в начале апреля недалеко от садоводства Илга в Иркутском районе. Тогда пострадали 22 гектара леса, но огонь удалось сдержать и не подпустить к домам. Это сделали благодаря в том числе новым спецмашинам. Применяется для расчистки завалов, для прокладки минполос, при тушении лесных пожаров, для защиты населенных пунктов от лесных пожаров. Техника новая, хорошая. Тягачи, квадроциклы, бульдозеры, тралы для перевозки тяжелой техники, цистерны, оснащенные оборудованием для пожаротушения. Технику закупают в рамках национального проекта «Экология». На 2020-й выделили около 140 миллионов рублей. Машины разводят в разные районы региона. Приоритеты расставляют в зависимости от ситуации. Мы анализируем опыт по пожарной обстановке в разных лесничествах. Исходя из этого, мы уже принимаем решение, где нам добавить усиление по технике и по людям. Сейчас мы находимся от пожарно-химической станции третьего типа. Здесь это используется для межрайонного маневрирования, так называемого. В случае усиления необходимости, то есть эта техника выезжает и осуществляет тушение в других районах нашего региона. Сейчас ситуация с лесными пожарами находится под контролем губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Главная задача – минимизировать их количество и своевременно реагировать на ситуацию. Машины, которые помогут, в этом уже направили в разные районы. Иркутский, Устюдинский, Осинский, город Тайшет. Следующие на очереди – Тулунский и Братский районы. Туда автомобили поедут при следующем поступлении техники. Виктория Амала, Александр Барановский. А вы оставайтесь дома и смотрите АС-ТВ. Поздравить с Днем Победы каждого ветерана. На заседании Оргкомитета Победы в областном правительстве обсудили новый формат проведения Великого Праздника. В связи с пандемией коронавируса все массовые мероприятия перенесли. Поэтому в Иркутской области 9 мая традиционные акции пройдут без скопления людей. Города и поселки украсят. На улицах включат музыку военных лет. Тем, кто придет возложить цветы к памятникам и вечному огню, необходимо будет соблюдать дистанцию, быть в масках и в перчатках. Всем участникам и инвалидам Великой Отечественной правительство региона подготовило подарки. Уже вручили более 9 тысяч медалей к 75-летию Победы. Также в Иркутской области завершены все выплаты, приуроченные к празднику. Саму дату 9 мая невозможно отменить или перенести. В каждой семье этот день будет рассмотрен особенно. И каждая семья знает, что это великий день, это наша победа. Важнее всего нам сохранить здоровье старшему поколению, исключить все случаи возможного их заражения. Также на Оргкомитете Победы областному министерству культуры поручили разработать и утвердить альтернативный план всех мероприятий, посвященных празднику. Он должен быть готов к 27 апреля. Это значит, что все выставки, спектакли, концерты перейдут в онлайн режим. На сегодня всеми учреждениями разрабатываются и планируются мероприятия в интернет-пространстве. Театры на сегодня планируют показ спектаклей на своих сайтах, на YouTube-канале. Хоровический музей, музей Тольцы, художественный музей планируют выставки на своих сайтах, посвященные Победе. Одним из таких масштабных виртуальных проектов станет выставка иркутского фотографа Анатолия Бызова. С 2014 года он снимает «Шествие бессмертного полка». Сначала фотографировал просто для себя, но постепенно настолько проникся акцией, что решил объединить снимки в большую экспозицию. На кадрах Анатолия Бызова моменты единения народа, взгляды, говорящие без слов, и потомки героев, которые так похожи на людей с черно-белых портретов. Выставку планировали открыть в студии Краеведческого музея. Но вот в привычном формате провести ее невозможно. Представители Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» предложили разместить фотографии на сайтах областных музеев и библиотек. Вот те портреты, которые несут, они стали главными героями. А те люди, которые несут, как бы второстепенными. Хотя бывало и исключения, все по ситуации. И это, в принципе, стало получаться. Вот они, живее всех живых. И название выставки, я думаю, да, воистину бессмертное. Мы озвучили эту идею. Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Иванович Кобзев поддержал ее и поручил нам проработать более детально этот вопрос и, конечно же, масштабировать данный проект и в другие муниципальные образования. А вот поздравления для ветеранов устроят настоящие, хоть и на дистанции. Концертные бригады приедут во дворы домов, где живут участники Великой Отечественной, чтобы выступить прямо под их окнами. И пока на этом все. Наш следующий выпуск смотрите в 20.30. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин